Политтехнолога Андрея Патрицына. Но так получилось, что под занавес недели Андрей сам стал героем-одиночкой, получив в субботнем эфире БСТ титул «Чуть ли не врага народа». Вот и поэтому я и решил, может быть, несколько переначить сегодняшнюю тему и посвятить именно взгляду Андрея Патрицына на те события, которые происходят с нами, насколько ему живется хорошо, как агент у Госдепа, и какие-то еще титулы, по-моему, были. Я знаю, что господин Патрицын, не любит слово, политолог, он открещивается, он себя называет именно политтехнологом, хотя, в моем понимании, политтехнолог – это слуга дьявола, это какой-то такой человек, который изобретает какие-то козни. Ну, Андрей, добрый день. Добрый день. Я думаю, что о финансировании, о твоей кубышке от Госдепа мы поговорим, наверное, на второй половине программы, тем более, что ты сегодня анонсировал сегодняшний эфир и там написал, что я все расскажу. Откуда деньги, какие гонорары у меня. Ну, для интриги я ставлю это на вторую часть. А в первой части я хотел бы задать такой неожиданный вопрос. Прав я или нет? Вот то наезд на тебя субботний мне почему-то показался не случайным. Как известно, мы ждем в сентябре выборы. И, наверное, самое время начинать предыдущую программу. А на вашем языке политтехнологов создание образа врага – это, наверное, один из самых таких действенных ходов. Я прав или нет? И началась ли она, на твой взгляд, именно у нас вот эта самая подготовка к сентябрю 2019 года? Ну, во-первых, да, я присоединяюсь к соболезнованиям родным и близким Эдварда Мурзина. Мы были с ним знакомы. Не могу сказать, что хорошо и долго, но, по крайней мере, знакомы и взаимодействовали. Жалко Эдварда. Ну, земля пухом. Теперь, значит, по поводу вашего вопроса. Вопрос действительно важный, интересный. Создание образа врага. Я прав в своих умозаключениях? Скорее всего, да, потому что попытка выявить противников, соперников на поле боя за первенство вот в этой вот гонке избирательной, которая у нас, несомненно, началась, и началась она у нас, на самом деле, 12 октября минувшего года, просто не все это заметили. Так вот, эта попытка поиска врагов, это один из важнейших, действительно, наверное, элементов для тех, кто находится вот сейчас в команде Хабирова, именно в блоке вот этом информационном. Они попали в очень непростую ситуацию, на самом деле. Андрей, может быть, мы все-таки расскажем тем радиослушателям, которые, возможно, не видели субботний сюжет, о чем он? Потому что я тоже край муха слышал, но, к сожалению, я пропустил этот сюжет. На самом деле, это не только, не просто один сюжет, а целая цепочка событий, когда вот эта риторика по поводу Сибайского, значит, Сибайского катастрофы, Сибайской проблемы, внезапно превратилась в поиск врагов и противников. Первым в этом процессе был тот самый пресловутый мэр Сибай Авзалов, который заявил, что вот в Сибайе загадочным образом действует какое-то количество присланных, то ли московских, то ли уфимских, там он все время путался в показаниях, политтехнологов, которые якобы баламутят там воду в Сибайе и подбалтывают местный народ на какие-то нехорошие вещи. Это, конечно, было очень глупое, очень поспешное заявление вот этого человека, который абсолютно не разбирается ни в технологиях, ни в, действительно, в окружающем мире, судя по всему, потому что тем самым он только, ну, ухудшил ситуацию, потому что он обвинил своих сограждан в том, что они кем-то провоцируемы, хотя вот все, что происходит с Сибай, это достаточно сумбурные, достаточно непоследовательные, но абсолютно искренние действия самих жителей. Значит, я ответственно заявляю, что, ну, ни я, ни кто-либо еще связанный с этой профессией, с этими процессами в Сибайе никакого воздействия на местных жителей не оказывал. Более того, ну, вот с научной точки зрения, с практической точки зрения, очевидно всегда и понятно, когда процессы организованы и направляемы, особенно с точки зрения политтехнологий, и когда они происходят естественным образом. А вот в конце недели, уже, видимо, не выдержав вот этого напора и тяжести воздействия на них этой ситуации, ну, вот эти несчастные, я бы сказал, ну, исполнители фактически в этой ситуации, это я имею в виду Шамиля Валиева и, не знаю, блогер он или кто, это Кобзон Кобзев, они вот выстрелили на БСТ этим сюжетом, где сообщили, что Андрей Пателицин, там, получив какие-то неимоверные гонорары за ситуацию в Сибае, значит, подбалтывает там местное население, баламутит его и склоняет к каким-то ужасным действиям. Я рад, конечно, тому, что это все вышло на поверхность в том смысле, что люди здравые четко видят абсурдность всех этих вещей, наверное, оценивают профессионализм вот этих вот несчастных, которых... Ну, Кобзев, ладно, он человек такой, как бы заплатили, он все что угодно расскажет. Он рассказывал нам, например, о пользе нефтешлама. Но я помню ваше летнее противостояние в социальных сетях. Это было не противостояние, я никак не отвечаю на эти вещи, да, потому что на такие глупости вообще отвечать неправильно. Но когда человек заявляет, что яд это полезно для здоровья или что яд это, там, элемент дорожного покрытия, ну, это глупо. В данном случае Кобзева вообще обсуждать не надо. А вот Шамиле мне действительно искренне жаль, потому что, судя по всему... Ну, Шамиль Валеев, добавим, для наших радиосуществ, он не в курсе. Он сегодня руководитель аппарата общественной палаты Республики Башкортостан. То есть вот недавно совсем он был взят на эту должность, он долго действительно просился, вот получил эту должность, и, видимо, теперь он должен что-то как-то доказать, и, судя по всему, кровью, значит, свою преданность этой ситуации. Вот его фактически, ну, не знаю, наверное, я надеюсь, что вынудили это делать, потому что я очень хорошо знаком с Шамилем, он хороший, умный человек, он способный, талантливый, и делать такие вещи можно только либо под нажимом, либо когда детям есть нечего. Вот можно тогда это простительно, когда человек подобные гадости совершает, ну, под воздействием непреодолимых обстоятельств. Такие вещи я вполне готов прощать и как бы и понимать, но, тем не менее, это не меняет суть произошедшего. То есть та нелепость вот этой формулировки вообще вот этого всего сюжета, она подчеркивает, что вот этот пропагандистский и медийный блок Хабирова, к моему великому сожалению, находится в абсолютном кризисе, в абсолютном упадке. Я сразу поясню ситуацию, потому что вот многие спрашивают, я все-таки отниму там две минуты времени эфира на этот момент, я хочу поставить точки над «и». Я не против Хабирова, я против глупости, которая, судя по всему, начинает захватывать пространство в этой республике, потому что многие ответственные участки... Информационные пространства, да? В том числе и информационные, но не только, и хозяйственные, и муниципальные пространства. Дело в том, что очень многие ответственные участки работы, и Хабиров сейчас это понимает уже, вот сегодняшняя оперативка тому подтверждение, доверены людям, которым категорически нельзя было доверять эти участки, потому что они не способны на это. Насколько быстро Хабиров сможет пересмотреть вот эту ситуацию и переформатировать вот эту свою команду, которая оказалась на самом деле не совсем командой, от этого зависит и успех его на выборах, и вообще-то, как будет дальше жить и развиваться наша республика. Андрей, вот если брать хронологию вот этих всех еще высказываний, безотносительно к вашему имени, вначале мэр Азалов. Ну, я понимаю, конечно, может, человек не сдержался, хотя, с другой стороны, он, как человек, который уже вжил в свою должность, наверное, должен, как говорят на молодежном сленге, фильтровать базар. Обязан просто. Он должен был, конечно, это, ну, в каких-то местах поймать себя за язык. Ну, ладно, что было, то было. Но потом, дальнейшие события развития, вот два товарища, которых вы упомянули, они теперь уже вместе, дуэтом выступают против вас на БСТ. То есть, получается, эта точка зрения Азалова пошла гулять туда, или это изначально было заложено в какую-то тайную стратегию будущей предвыборной работы, скажем так. Вот Лев Николаевич Толстой говорил, что абсолютное большинство глупостей, вернее, загадок, ошибся, абсолютно большинство загадок на Земле объясняется простой глупостью. В данном случае, я могу вас разочаровать, никакого плана не существовало, никто не следовал концепции Азалова, потому что ее на самом деле не существует. Ну, хорошо, но ведь на языке политтехнологов создание образа врага – это действенный способ. Или я ошибаюсь? Дело в том, что для этого должны быть политтехнологи, а не вот те люди, о которых мы говорили. Хорошо, вы политтехнолог сам по себе, но ведь с другой стороны, наверняка, тоже работают другие политтехнологи. Есть третья сторона. Вот я почему третью сторону напоминаю. Мы сегодня уже, даже не сегодня, а вчера или вчера уже услышали выступление Навального по поводу, ну, товарищу, которому, если в России плохо, то ему хорошо. Ну, отчасти, да. Отдельно российский регион, он даже добрался до маленького города Сибайна, в Ашкирском Зурале, и он по этой ситуации прошелся. Думаете, случайность это? Нет, конечно, нет. То есть, это не извиние одной цепи, может быть, действительно идет, начинается какая-то большая предвыборная возня, подготовка к сентябрю 19-го года. С Навальным здесь все несколько проще. Навальный действительно находится всегда в поисках уязвимостей. Для него важна общая картина, а не частная история. Я могу разочаровать здесь граждан Сибая. На самом деле, Навального Сибая интересует только в контексте вот подобных формулировок, но никак не в контексте того, чтобы, ну, там, оказать какую-то помощь этому городу и как-то решать эту проблему. Ну да, он уловил уязвимость. И то, что это сделал Навальный, говорит о том, что уязвимость так велика и так очевидна, что даже он, значит, он на нее обратил внимание. Нет, вот я когда услышал Навального, я как-то так подумал, что если бы Сибая не было, вот, случая Сибая, его надо было бы придумать. Ну, к сожалению, ситуация с этими вот этими вопросами экологическими на Урале так многообразна, что, наверное, не было бы Сибая, был бы какой-нибудь другой уральский город, там, в Челябинской области или в Магнитогорске, где-нибудь там рядом с Магнитогорском и так далее, да. То есть, я думаю, что нашел бы себе Навальный для этого тему, но еще раз подчеркну, что неэффективность вот этой команды, которая обеспечивала медийную поддержку этой ситуации, я вот могу попытаться принять вот вашу позицию и встать на третью позицию, на нейтральную, да, чтобы попытаться оценить, кто правильно, неправильно что-то сделал. Ну, про мэра Сибая уже говорено столько, что, наверное, говорить не надо. Человек полностью проиграл эту ситуацию, полностью провалился. Но те, кто его должны были поддерживать, и в том числе по долгу службы, и за зарплату, которую они нешуточно получают здесь вот у нас из нашего бюджета, эти люди также не смогли обеспечить ему этой поддержки. Они не поняли, во-первых, дух города и способа общения с населением. Значит, человек, приезжая из Красногорска, я имею в виду мадам Прочаковскую, которая вот применяет вот эти методы Единой России, образца, значит, Подмосковья, применяет повсеместно в Башкирии, кто-то должен ей объяснить, что, мадам, это неприменимо здесь, здесь есть специфика, это во-первых. Потом, нужно иметь смелость, иметь некую такую пластичность, чтобы суметь проконсультироваться с местными специалистами, я имею в виду ни в коем случае не себя. Я имею в виду людей, которые понимают, как это работает, например, в Сибае. Мы знаем, что Башкирия очень многообразная территория. Есть Нефтекамск, а есть Сибай. Есть город Октябрьский, есть город Стерльтамаг. Очень разные контексты, очень разные истории и так далее. Андрей, я с вами здесь не соглашусь вот в чем. Дело в том, что я вижу в случае с Сибаем уже не экологическую, не производственную беду, а я начинаю видеть во всем этом случае именно политический повод. А я об этом и говорю. Конечно же, для кого-то это повод, а для тех, кто должен был бы работать с тем, чтобы это не стало поводом, для них это работа. Положа руку на сердце. И они эту работу не сделали. В происшедшем Сибая ни нынешний мэр Залов, ни время исполнения себя обязанных главы республики отношений не имеют. Абсолютно. Это дело случилось намного раньше. За небольшой оговоркой нынешний мэр Сибая прекрасно знал о ситуации в городе. Уже будучи там более полутора лет на этой должности, он прекрасно понимал, откуда и что дымит. Вот давайте так. И я стоял и стою на точке зрения того, что человек сидит там с конца 2017 года, значит, и человек точно знал, откуда идет этот дым. Тут, знаете, это вопрос к прокуратуре. Хорошо. У нас еще остается немного времени до перерыва. Тем не менее, вот вопрос как к политехнологу. Какой прогноз? Как дальше будут развиваться события в ближайшую неделю, в ближайшую месяц? Ну, тут некая смесь между... Но Сибай забудется, скорее всего. Нет, не забудется. Сибай не забудется, и Сибай будет продолжаться еще достаточно долго, ровно до того момента, пока не будет решена проблема с концентрацией газа в атмосфере. Нельзя забыть о ситуации, когда человек выходит на улицу и кашляет. Можно забыть про оскорбление мэра. Вот это забудется. То есть, да, принесены извинения. Сегодня Хабиров, на мой взгляд, поступил, ну, блестяще. По-мужски. Блестяще поступил, то есть, при всей моей нейтральности отношения к нему, он сказал, если вы не можете извиниться, я извинюсь за вас. И это звучало, на самом деле, страшно. Я бы на месте Авзалова уже, значит, принял успокоительные и прочие, значит, препараты. Потому что вот это, такие вещи своим подчиненным не прощаются, когда начальник извиняется за подчиненных, за несвои ошибки. И более того, вы правильно отметили, что Хабиров имеет отношение к ситуации в Сибае в меньшей степени, чем все мы тут вместе взяты, на самом деле. Я имею в виду административные власти и прочее, прочее. Так вот, это не совсем технологическая, не совсем политическая проблема. Проблема, в первую очередь, технологическая. Ровно тогда забудут о Сибае и перестанут это обсуждаться, когда там начнутся серьезные кардинальные действия в отношении ликвидации этой ситуации. Там ситуация реально катастрофическая. То есть, если кто-то сейчас еще раз попытается говорить о том, что все это вранье и никакого, значит, двоокиси серы в воздухе нет, этот человек себе подпишет смертный приговор, я имею в виду в политическом смысле. Потому что вот сейчас самое правильное – признать эту ситуацию и начинать с ней работать. Кто ее сможет локализовать? Я думаю, что только федеральные ресурсы могут в состоянии реализовать эти действия и только УГМК. Хорошо, а обращение того же Навального к Махмудову – это политход? Это политход, да. С точки зрения Навального – вот Навальный здесь абсолютно дистиллированная политическая единица. То есть, он не занимается двоокиси серы, он не занимается населением Сибаи, он не занимается… Он даже не знает, наверное, как это пахнет. Для него важно, что это скандально и плохо. Негативно, ужасно и ужас-ужас. Вот это важно для Навального. Ну, к сожалению, это так. А вот кто будет заниматься непосредственно диагностикой этого карьера, действительно ликвидацией этих последствий, и кто, в первую очередь, кто прекратит дезинформацию, которая исходит от тех, кто на самом деле виноват, я имею в виду технические службы УГМК и всех этих товарищей Бикиновых и прочих, вот тот и возглавит этот процесс нормализации. Ну, тем не менее, вот я признаюсь вам и, наверное, отчасти радиослушателям, я сам в Сибаиске. Я с 6 до 19 лет провел там и работал в Сибаиском карьере на экскаваторе помощником машинистов, так что у меня ситуация-то вся знакомая, и даже запах, о котором говорят, он, в принципе, мне отчасти знаком по прежней работе. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, меня тоже, как многих, позабавило вот это проведение «Лыжни России» и переселение из садика в садик детей, хотя весь сам Сибаиск можно бодрым шагом переселить до 20 минут. Хоть там переселить из одного садика в другой, ситуация-то и не изменится. Ну да ладно. Мы об этом, обо всем и политтехнологии поговорим, наверное, во второй половине. Вы, пожалуйста, не уходите далеко от своих радиоприемников. Это программа «Послеисловие» и в гостях Андрей Патрицын, политтехнолог. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послеисловие». У меня в студии политтехнолог Андрей Патрицын. На этот раз политтехнолог правильно назвал. Правильно. Вот, Андрей, завершая работу, разговор о Сибае, тем не менее, буквально где-то в 3-4 минуты я хотел бы еще одну микротему поднять, но начну я издалека. С материала, который был опубликован за пределами республики, выходила она в другом издании. Речь идет о Чувашии. Строительство цементного завода. Сголовок. «Продали на стихомуку. Жители Чувашской деревни сбунтовались против китайского инвестора. Речь идет о том, что крупный китайский инвестиционный корпорат собирается строить вблизи деревни такой-то, такой-то завод производства сухого молока. Но местные жители не рады такими инвестициями. Они не доверяют к китайцам, опасаются, что инвестор откроет экологически вредное производство. Второе сообщение, которое выходило уже у нас в середине минувшего года. Индустриальный парк Сычуан-Сибай и закрыток соединенного общества Сычуанская компания по охране окружающей среды об условиях реализации проекта по строительству цементного завода в городе Сибае. Дело в том, что согласно вот этой договоренности Марданова, бывшего премьера с китайской стороной, планируется строительство завода Сибае и цементного завода. Насколько я знаю, жители Сибае категорически против, как и жители Чувашской деревни. Они говорят, что мы возьмем вилы. Жители Сибае в конце минувшего года назначили, что высказали свое несогласие. Сказали, что нам не нужна вот эта вот китайская экспансия, нам не нужен завод, потому что и так у нас с экологией не вода. Они будто бы в воду глядели. И вот теперь строительство цементного завода. Насколько это теперь будет актуально для Сибае, для республики, тем более, что вот на минувшей неделе завершился Сочинский инвестиционный форум, на котором в Рео глава республики подписал контракты на большую сумму. И очень может быть, что цементный завод может появиться в Сибае. Или теперь уже не появится? — Ну, начнем с того, что Сочинский форум — это форум намерений. Значит, и договора, и прочие вещи там, конечно, не подписываются, а подписываются в основном протоколы о намерениях. То есть, фактически это документы о том, что стороны заинтересованы в продолжении обсуждения вопросов. Это место для того, чтобы встретились инвесторы и территории, где можно получить первую информацию о каких-то возможностях, потом договориться о том, чтобы это обсудить. Так что, ну, не будем столь оптимистичны. Те цифры, которые у нас сумбурно мелькали в СМИ, там, то 20, то 40, то 400 миллиардов, это пока только на мере. — Ну, по мнению одного из учредителей совместного российско-китайского предприятия, фирма называется «Контур». Там есть учредитель некий Ренат Кусибаев, хотя там говорили, что в числе учредителей еще есть лица, апеллированные с вице-премьером Тажетдиновым. Вот по словам вот этого Кусибаева или Кузибаева, по его словам, на данном этапе подобран участок Ксибаев и делится проектирование завода. — По поводу, значит, отдельно Сибайского цементного завода, вот этого китайского, лично мое мнение, что нужно бояться любых проектов, исходящих от господина Тажетдинова и тому пример Кроношпан. Отдельно нужно опасаться подходов и концепций в плане экологии от китайских предприятий, потому что общеизвестно, что китайское производство, китайская промышленность — это самая разрушительная концепция взаимоотношений с природой. Значит, Китай на первое место ставит производительность труда и снижение себестоимости, а на последнее место экологический вред. Учитывая, что китайцы намерены строить завод на не своей территории, эта логика еще более усиливается, и тут жители Сибая, безусловно, права в своих опасениях. В том смысле, что этот завод принесет больше вреда, чем польза. Отдельно характеризует эту ситуацию то, что Сибай — не самый процветающий город в плане занятости, в плане диверсификации мест для работы. Там достаточно мало предприятий, которые работу дают, и даже в этой ситуации себайцы против создания нового предприятия. Но здесь есть, конечно, всегда палка о двух концах, медаль с двумя сторонами и тому подобное. Значит, если в правительстве республики найдутся силы, которые обеспечат должный контроль за устройством вот этого завода, так как он должен быть устроен с точки зрения экологического законодательства, тогда этот вариант надо рассматривать. Но абсолютным условием, на мой взгляд, принципиальным условием должно быть выведение из этого проекта господина Тажетинова, потому что он точно не в состоянии обеспечить эти параметры. Для него существуют другие совершенно парадигмы организации производства. Значит, абсолютно по, на мой взгляд, извращенным формам получается прибыль от этих проектов. То есть, грубо говоря, интересанты создания подобных предприятий получают всю прибыль на самых ранних этапах. Но это же где, на тем не менее, ходит ближайшее окружение, исполняющие обязанности главы. Бросая предприятие. Вот его позиция в правительстве на самом деле не имеет никакого значения для состояния здоровья жителей Сибая. Он может быть хоть вице-премьером, хоть премьер-министром, хоть кем-то еще, но в данном случае сибаяцы точно дали уже оценку его деятельности в этом регионе. Они абсолютно точно знают, что этот человек ничего хорошего за Уралью не принес и не принесет. И они правы в своих опасениях, я повторюсь. А лично я считаю, что Тажетинов – это человек, который ведет воровскую политику в плане как бы инвестиционных процессов в Республике Башкортостан. Дело в том, что недавнее совещание в ТПП показало, что его проект по Кроношпану сейчас уже вызывает недовольство уже у самого Кроношпана. То есть, генеральный директор Кроношпана встал и открыто заявил, что вы нам обещали совсем другое. Но к самому Тажетинову на этом совещании не было, обращался господин Курбаншо уже в пустоту. Но я еще раз говорю, именно Тажетинов является источником вот этого опасения и очень обоснованного опасения сибайцев. Потому я считаю, что проект устройства цементного завода в Сибае, во-первых, нужно отложить до момента, когда экологическая катастрофа будет хотя бы локализована в Сибае, и вернуться к нему совершенно в другом формате. Вот это было бы здраво. И это бы не вызвало такой реакции, которая сейчас есть у Сибаи. — Понятно. Ну, давайте сейчас будем утолять уже любопытство наших радиослушателей о деньгах Босдепа. — Как вот Роман Ильфа Петрова «Двенадцатый стульев», когда Остап Бандер спрашивал этих создателей «Меча» и «Орала», «Ваша политика кредо» или вот как Иван Васильевич меняет профессию фильм тоже, «Чьих будешь?» — Всегда, да. Всегда не отвечали. — Всегда не отвечали. Теперь вопрос «Чьих будешь?» Так, а деньгах Босдепа? Сколько их и на что хватает? — Я уже устал иронизировать на тему вот этих вот предположений моих оппонентов, которые периодически появляются, значит, о моей причастности к шести иностранным разведкам, к финансированию Государственного департамента США и так далее. Я еще раз все-таки сообщу им, к великому их сожалению, что, господа хорошие, меня не финансирует ни одна иностранная разведка, меня не финансирует Государственный департамент США, хотя, возможно, я об этом и мечтаю, но, тем не менее, не считаю, что это вообще в принципе возможно и когда-нибудь случится. Я должен разочаровать тех, кто пытается считать, ну, деньги в чужих карманах, я имею в виду и Шамиля Валиева, и Кобзона, и, там, отчасти даже Камиля Бузыкаева, примкнувшего к ним. — Это наш карикатерист. — Да, господа, я на самом деле зарабатываю на том, что я консультирую людей, которые нуждаются в этих консультациях. Я объясняю людям, как им поступать в трудных ситуациях, и они благодарны за это платить мне деньги. Вот в чем дело. А вовсе не зарабатываю деньги на каких-то там, значит, подозрительных процессах подбалтывания жителей Сибаи или, не дай бог, Белебея на какие-то, значит, негативные действия в отношении власти. — Но вот после субботнего сюжета на БСТ не было обидно? Или наоборот, то, что сравнили Патрилицин с бойцом-одиночкой, который работает, скажем, на достаточно хороший финансовый куш? — Я действительно работаю на самого себя. Никогда не отрицал возможности работы на кого-то, потому что не считаю, что это зазорно. Никогда не готов был и не сейчас не готов работать в каком-то контексте противоречия собственными убеждениями. То есть от многих предложений я отказываюсь. То есть когда мне просят, условно говоря, отремонтировать репутацию каких-то негодяев, я отказываюсь от этих вещей. Хотя для этого, может быть, там больше возможностей, больше каких-то денег предлагается. Но я, во-первых, научился не обижаться. Есть такая детская поговорка, там, на дураков не обижаются. Но я бы не стал здесь так характеризовать вот этих моих оппонентов. Я очень надеюсь, что ни Шамиль, ни Камиль не являются истинными моими оппонентами или какими-то противниками. Ну, хотя бы потому что у них нет для этого никаких оснований. И прочее. Я думаю, что оба они действуют вынужденно. Они как-то, видимо, чем-то обязаны. Теперь чем-то должны. А кто или что вынуждает, вот, ну, не будем о конкретных людях говорить, а кто и что вынуждает человека идти на перекурсовести? Вот сегодня в Фейсбуке я увидел пост Мурзагула, который написал очень хорошо по поводу Мурзи. Мурзи. Он сказал, что мы по разную сторону баррикад, но, тем не менее, мы можем друг другу руки протянуть. Могло бы быть. Я тоже сторонник такого же. Потому что я знаю многие журналисты, когда работают в других изданиях, которые отвечают по другому теме. Но, тем не менее, я всегда был сторонником того, что мы выполняем свою работу, но, в принципе, за какие-то человеческие грани мы не должны выходить. Ну, для того, чтобы отстаивать принципы, их нужно, как минимум, иметь. Это я имею в виду господина Мурзагула. Или, по крайней мере, рассуждать вообще о принципах имеет право только тот человек, который их вообще, в принципе, имеет хотя бы. А вот то, что можно сохранять человеческие отношения, да, я тоже пытаюсь периодически, ну, будучи человеком, конечно, эмоциональным, время от времени я начинаю, конечно, где-то там менять свое мнение о людях, но стараюсь делать это все реже и реже. Потому что, понимая, что все это в определенном смысле игра, просто с очень разными причинами, люди играют в эту игру по очень разным причинам. И Мурзагулов, и Мурзин, например, вот если уж мы о них заговорили, они играли в эту игру совершенно по разным причинам. И абсолютно разная мотивация была у того и другого. Вот. Так что, ну, можно оставаться людьми, и нужно, наверное, оставаться людьми ровно до того момента, пока, скажем, ваши оппоненты, ну, хотя бы что-то человеческое из себя представляют. — А какую-то сатисфакцию Патрилицин потребует вот за свободный сюжет? — Да нет, конечно. Ну, от кого? От Кобзона, что ли? Господи, Кобзона, я не знаю, Кобзона можно купить, соответственно, зачем от него добиваться каких-то? Ну, у меня нет такой цели и задачи его покупать, но купить его может любой желающий. А Шамиле, Шамиле искренне сочувствую, Шамиле мне жаль. Я думаю, что когда-нибудь он всё это поймёт, и мы с ним в приятельских отношениях, мы с ним время от времени стреляем в тире. Он хороший человек, просто он очень зависимый. — Ну, теперь пошла судьба в друг друга? — Я надеюсь, что я сумею вернуться, но ответного огня не будет. — Понятно. Понятно. Хорошо, вопрос-то опять, я же уже задавал, как политехнологу, каким видится вам дальнейшее развитие событий по предвыборной работе? Что нас издает? Вот такие же элементы чёрного пиара, или всё-таки будет борьба вестись на достойном уровне, и могут ли появиться новые игроки в числе кандидатов? — Ну, прогнозировать такие вещи дело, конечно, неблагодарное, но если в поле выборов не появится существенный конкурент Хабирова, хотя бы номинально, я не имею в виду Лесников, типа Кутлугужина, ещё кого-то, вот настолько гротескные персонажи как раз Хабирову вообще не нужны в качестве кандидатов. — А все это вознять со страшилками по себе, это не элемент предвыборной? — Нет, скорее нет. Это рефлексия такая, когда люди понимают, что им нужно что-то делать. — Никто не с Навальным, никто не манипулирует, никто не подсказал ему там. — Нет, нет, нет. С Навальным точно всё понятно, это его личная инициатива и так далее. Но я всё-таки про выборы. — Если не появится ощутимый, настоящий, достоверный кандидат, кроме Хабирова, тогда я боюсь, что здесь вот это неизбежное представление превратится в фарс. Если появится серьёзный конкурент, по-настоящему конкурент, даже вот при том, что, скажем, никто не будет сомневаться в победе Хабирова, но вопрос станет хотя бы о том, насколько будет поддержан Хабиров. — Значит, если мы отбросим все рассуждения о фальсификациях, там, неизбежных или возможных, которые традиционны в Башкирии, всех будет интересовать вопрос, сколько, какой процент людей действительно искренне поддержит Хабирова. — Ну, может быть, помогут им такие необычные креативные акции, как «Любись, Единая Россия». — Может быть, я очень боюсь, что такие акции будут. — Вы уже успели в «Любись, Единая Россия»? — Я не сторонник критики каких-то вот этих вот сексуальных извращений, в том числе и с партийным контекстом, но я стараюсь держаться подальше от подобного рода перформансов, потому что они вызывают во мне, если не отвращение, то отторжение. Я всё-таки закончу свою мысль, с вашего позволения, по поводу прогноза. — Если не появится конкурент, который выведет предвыборную кампанию в здоровое русло, когда будет действительно… Что такое нормальная избирательная кампания? Это когда два и более кандидатов в цивилизованной форме доказывают населению свою правильность, свои позиции и свои преимущества. И тогда население… Ну, мы берём идеальную картинку населению, предположим, делать свой выбор, да? Значит, если у Хабирова не будет подобного оппонента, а будут клоуны злые, добрые, глупые, какие угодно, но именно клоуны, тогда, конечно, всё сведётся к фарсу. — Понятно, но вы наверняка общаетесь с коллегами-политтехнологами, ну, с других российских регионов. — Случаются, да. Готовить ли, точить ли ножи вашей коллеги из других регионов, те же москвичи, для того, чтобы приехать здесь к нам в регион, к нам в Пашкортостан, и, зазвучив рукава, ну, взяться за работу? Нас это ожидает или нет? — Ещё раз, именно в том случае, если действительно будет для этого существенное поле. То есть, лесники и клоуны не являются питательной почвой для профессионалов в этом бизнесе, в этой работе, я имею в виду, политтехнологии. Соответственно, они не нуждаются в этих проектах, в этих программах. — Бюджетами, соответственно, не обладают. — Естественно, да, и, конечно, не обладают никакими бюджетами. Более того, они склонны к расхищению даже тех бюджетов, которые они сами имеют. Соответственно, для профессионалов не вызывают они интерес. Башкирия — очень интересный регион в плане ресурсов и в плане влияния взаимодействия. Конечно, она всегда вызывает интерес у, условно говоря, политтехнологического сообщества. — А время покажет, насколько это будет практически воплощено. — Ну, хотелось о земном завершить разговор, тем более, что у меня вот одна есть новость, и мне хотелось бы очень узнать мнение господина Патрилисова по этому поводу. Вот это сообщение я прочитал в газете «Коммерсант Южный Урал». Правительство Челябинской области и Русская медная компания подписали соглашение о строительстве тракта водоподачи части истока реки Уфы, Краидель по-нашему, в реку Миас. По водопроводу в Миас будет поступать ежегодно 130 миллионов кубических метров чистой воды. Это поможет решить проблему дефицита воды в Шершневском водохранилище, единственное источник питьевой воды в Челябинске и предвлекающих населенных пунктов. Подоговоренность с областными властями Русская медная компания направит на строительство тракта водоподачи 1 миллиард рублей. Работа планируется завершить к 2020 году к саммитам Страншосса и Брикс в Челябинске. И так вот, мы теряем соходную Агидель белую, и мы еще становимся перед фактами, что у нас река Уфимка или Краидель потеряет свой дебет. — Да, на целые 130 миллионов кубометров в год. Это, ну, вообще, какая может быть реакция у жителя территории, у которого отобрали 130 миллионов кубометров воды? Конечно, негативная. То есть, меня вообще удивляют, как такие решения принимаются. — Ну, игра-то ведь идет за пределами Башкортостана. Здесь договаривается между собой русская медная компания, я не знаю... — И администрация... — Челябинская область. — Ну, это только потому, что они будут забирать воду на территории не Башкирии. Хотя река в дальнейшем идет в Башкирию и попадает в систему рек, которые проходят в основном через Башкирию и так далее. То есть, здесь игнорировать интересы Башкирии, на мой взгляд, ну, как-то ничего. — Ну, вся беда в том, что для решения этой проблемы федеральная целевая программа развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 12-м и 20-х годах, которую правительство России утвердило в 12-м году, предусматривало строительство тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миас. Для этого была разработана проект «Ноклометраз», на котором в 13-м году получено положительное заключение государственной экспертизы Челябинской области. И канал будет представлять себе подземную полиэтиленовую трубу диаметром аж 2 метра и длиной 21 километра. Что могут сделать наши республиканские власти, теперь новые, могут ли они вмешаться в эту ситуацию, могут ли они объяснить им, что Уфа, которая славила своим судоходством, уже сегодня, Агидель можно перейти в районе монументов, брод пешком, что это непростительно шарки, что это не меньшее зло, чем те же башкетские шаханы. Во-первых, что может и должна сделать власть Башкирии? Во-первых, четко, внятно и понятно охарактеризовать этот проект в контексте последствий для нашего хозяйства. Давайте относиться к власти региональной, как к власти, в первую очередь, заботящейся о своей территории. И это нормально. Значит, потому она региональная власть. Первое, что они должны сделать, это разъяснить нам с вами и населению республики, какие последствия будут на самом деле. Кто должен разъяснить? Для этого у нас есть несколько ведомств, да, Минэкологии, для этого у нас есть вообще-то правительство, для этого есть у нас... Ну, которое, как всегда, находится в дремотном состоянии. Да-да, для этого у вас есть мега-холдинг Башинфорум, да, под руководством господина Мурзаголова, которому что не поручил, то не сделает, да, то есть вот сегодня Хабиров так комично вообще уже в десятый раз напомнил ему о том, что нужно чего-то там информировать население, а не в футбол играть в Испании. Так вот, первое, что нужно сделать, это информировать. Дальше нужно проанализировать, насколько это действительно ущерб для республики, для... Вот я не знаю, насколько обмелеет река в результате этого проекта, вы тоже не знаете. А нужны технические, инженерные данные от специалистов. Они скажут, ребята, у вас уровень реки упадет на полтора метра. Какие экологические последствия, сколько вымрет животных, растений и прочих, сколько мы перестанем получать воды, водозаборы пострадают или нет? Андрей, я так понял по вашей реакции, что вы даже не знали. Я вот один раз об этом слышу, я возмущен вообще полностью такими проектами нашей Российской Федерации, которые в ущерб Башкирии осуществляются. У нас разговор сегодня какой-то, конечно, сумбурный получился, роли одиночки, скажем. Сочку много разных тем. Да, много разных тем. И еще одна мини-тема. Чем вы объясняете молчание башкирской судовой компании? Что-то давно не было вести из того фронта. Ну, правда, одна весть отрадная пришла, что вроде как и Совет дикторов наконец-то уволили Балабанова. Да, у нас не видно Марину Бортову, у нас не видно Балабанова, которого и так не особенно видно было в публичном пространстве. Я полагаю все-таки, что башкирская судовая компания получила очень серьезные и строгие указания из Москвы на период избирательной кампании Хабирова не пытаться отстаивать свои интересы в ущерб общему стабильному состоянию здесь. Здесь у нас состояние отнюдь нестабильное. Воздействие башкирской судовой компании мы знаем, насколько может быть разрушительным. Их возможности, их подходы достаточно всегда резкие и надо признать, что эффективные. Я имею в виду в части формирования общественного мнения, соответственно, попросили ребята сдержаться пока от этого. Что будет дальше, я не знаю. У нас тут есть много всяких предположений по поводу, как бы того, успокоилась ли содовая компания на этом вот предложении, которое им сделал Хабиров, является ли оно промежуточным, является ли оно фейковым на самом деле. Есть такие предположения. Мы об этом узнаем, скорее всего, в ноябре-декабре. Потому что, на мой взгляд, ситуация с сырьем пока до конца не прояснилась. Но, видимо, существует четкий запрет на обсуждение этой темы сейчас, до сентября 2019 года. Вот только так я могу объяснить их абсолютное бездействие, тишину. Я очень хорошо и внимательно мониторю эту ситуацию, знаю там людей и общаюсь. Но пока вот они абсолютно беззвучны, неподвижны. Понятно. Спасибо большое, Андрей, что вы раскрыли секреты своих политтехнологических этих маневров. Немножко сказали о своей кубышке. Ну, нам этого пока что будет достаточно.